США, Германия и другие страны предоставляют помощь и возможность принять у себя сотни тысяч беженцев из Украины. Германия предоставляет упрощенную процедуру, Америка – зеленый коридор в Мексике, также в США можно приехать напрямую, воспользовавшись помощью международной миграционной организации. Рассмотрим все подробнее. Как сообщает Deutsche Welle, Германия принимает украинских беженцев без лишних формальностей по упрощенной процедуре. Согласно ей, для беженцев из зоны военных действий отпадает необходимость подавать заявление с просьбой о представлении убежища. Они получают его автоматически, без излишней бюрократии и проверок. Для въезда в Германию гражданам Украины виза не требуется. По своему паспорту они могут совершенно легально находиться здесь в течение трех месяцев. Получив по упрощенной процедуре статус беженцев, украинцы получают разрешение на жительство в Германии сроком на год, с возможностью продления на три года. При этом отсутствие у беженца загранпаспорта не является помехой для признания такого человека беженцем. В частности, глава МВД Нэнси Фезер сказала, «Мы хотим спасти жизни, и это не зависит от паспорта». В Европе называют ситуацию с беженцами из Украины крупнейшим гуманитарным кризисом в регионе со времен Второй мировой войны. 24 марта президент США Джозеф Байден заявил, что государство готово принять у себя до 100 тысяч украинцев, спасающихся от войны. Украинцы могут попасть в США без туристической визы. Для этого нужно, первое, взять билет в Мексику и обратно, для украинцев виза в Мексику открывается онлайн, без собеседования. Второе, добраться до границы с США и там, третье, попросить у американских пограничников гуманитарный пароль. Между США и Мексикой много пропускных пунктов. Некоторые только пешеходные, другие только для автомобилей. В городе Тихуана для украинцев сейчас открылся пешеходный пункт пропуска, которого до этого не было. Тихуана – основной коридор, через который проходят граждане Украины. В основном это те, у которых есть родственники и друзья США. В этом городе есть международный аэропорт. В аэропорту прибывающих граждан Украины встречают волонтеры, в основном это христиане из украинских и других славянских общин. В самой очереди все сделано для того, чтобы ожидающие могли поесть и отдохнуть. Мэрия Тихуаны помогает и содействует беженцам. Предоставляются места для сна, медицинская помощь. Так в лагере ожидающих за этот период родилось несколько детей. В день границу проходят примерно около ста граждан Украины. Быстро, наглядно покажу, как это все работает. Вы выходите отсюда, просто прилетаете, выходите, видите, вот, поможем, короче. Вот, и тут волонтеры наши, которые стоят, вот мы пари, ведут нас, у вас туда. Это наша база, наша стейшн, хоп-стейшн. Тут помогают девчонки с организацией. Мы записываем всех, кому нужна помощь перевоза отсюда, от аэропорта до границы, наверное. Потом быстренькое объявление, вводная информация такая, что нужно делать, что не нужно делать, как нужно делать. Все вопросы задаются лично мне или любому другому волонтеру, либо еще с этой стороны тоже. Бледы есть, все есть, то есть вина есть. Тут идет объявление, что нужно делать и что не нужно менять. Так работаем. День и ночь 24 на 7. Балансеров вроде хватает, но отдыха больше. Так, какие произошли обновления? Больше людей стало. Палатки нам дали. Палатки теперь были менее спят все. Тут у нас медицин есть, медицина, еда, горячее все, холодное. То есть все очень даже прилично и аккуратно. Там в этой автобусной остановке хранятся вещи, зарядки и некоторые люди даже спят. Тут даже зеркало есть, ничего себе. Вот это да. Вот так вот. Вот так все происходит у нас тут. Есть возможность проехать в Америку с гражданами США в городке на востоке от Тихуаны, Мехикали. Также есть примеры прохождения пропускных пунктов по гуманитарному паролю на границе со штатом Техас по реке Риогранде. Там нет очередей, но также там нет пока волонтеров и гарантии безопасности. Мы сообщим вам, как только появится новая информация по этому пути. Также важную и актуальную информацию для беженцев можно узнать на канале Елены Никитской. Мы разместим ссылку под этим видео. Мексика не единственный путь для беженцев в США. Если пройти собеседование и предоставить необходимые документы в Международную миграционную организацию, то можно получить не просто гуманитарный пароль, а статус беженца. Офис организации находится в столице Молдовы по этому адресу. Время работы с понедельника по пятницу с 9 утра до 4 вечера. При предоставлении документов IOM беженцы могут лететь напрямую в США. На этом все. Следите за информацией на нашем канале. До встречи. Благословений и мира вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok